всех приветствую дорогие зрители канала герчи кико с вами виктория сипчук тема данного видео будет про про убытки при каких убытках начинаются проблемы в торговле такой процент убыточных дел показывает вам что у вас действительно проблемы торговли на что стоит обратить внимание и что стоит убрать из своей торговли первое это когда процент убыточных сделок превышает 70 процентов от всего количества сделок почему-то принципе ваша статистика позволяет вам торговать 50 на 50 то есть если вы торгуете например 50 процентов у вас прибыльных сделок месяц или 50 процентов у вас убыточных сделок месяц но если вы соблюдаете простое правило три к одному тех техники да то есть вы забираете прибыль 3 к одному это как минимум со сделки то вы в принципе в месяц по идее по логике должны выходить в плюс даже если вы превышаете и шин 50 превышаете 50 процентов у вас получается 70 процентов убытка и 30 процентов прибыли даже при такой статистике вы можете выходить плюс если вы сделки будете собирать 345 к одному то есть этого будет достаточно например вот вы поторговали месяц у вас 100 сделок получилось месяц и 70 сделок убыточный но 30 сделок у вас прям очень-таки хорошие с прибылью 5 к одному 6 к одному 10 к одному и соответственно у вас там риск фиксированный риск вас должен быть соответственно везде одинаковый риск везде одинаково цифра чтобы построить именно математику вот она из этого и строят что у вас должны быть соблюдены риски у вас должна быть соблюдена одна и та же цифра то То есть, если у вас риск на сделку 50 долларов, значит, у вас риск на сделку 50 долларов. Не так, что на одной сделке вы потеряли 500 долларов, на второй вы потеряли 50 долларов, потом вы потеряли там 25, там 150. Ну, то есть, разные цифры, соответственно, это просто уже такой чуть-чуть азартный подход, скажем так. Это вам будет тяжелее психологически при такой торговле, потому что если вы, давайте начнем с того, да, если вы не играетесь, а если вы хотите действительно среднего зарабатывать деньги, да, сделать это в своей профессии, то, соответственно, здесь нужно выстраивать систему и статистику. Что вам дает статистика? Статистика вам дает стабильность и надежность, безопасность. Вы можете, это как подушка безопасности, вы можете на это опираться, да, и понимать, что в следующий месяц, там, например, будет такое, да, судя по статистике, судя по фазе рынка, вот в эту фазу я торговал так, у меня была такая статистика, а в какую-то другую фазу я торговал иначе, но у меня тоже была, например, неплохая статистика. Все зависит от вас, да, от вашего времени. И статистика, соответственно, давайте немножко, да, поговорим о статистике, она выстраивается не за один день, не за один месяц, не за два, то есть это минимум три месяца, минимум вы должны поторговать и понять, в чем у вас проблема. Это я сейчас говорю о людях, которые действительно упорно собираются там работать, да, и вы, возможно, пройдя, например, обучение три месяца, вы, возможно, что-то начнете уже понимать, что-то начнете торговать. Но вообще статистика формируется достаточно долго, она у меня формировалась там два года, она у меня формировалась, чтобы вообще понять, что я делаю и вообще, почему у меня, какие у меня проблемы, да, вам показывает, соответственно, ваша статистика. И какие у вас проблемы в торговле, также какие убытки, это все вам показывает история ваших сделок. Второе, далее идем. Когда систематически риск на сделку превышает норму в два-три раза в истории сделок, что это значит? То есть, когда у вас, допустим, ну, вы там захотели, там, одну сделку открыли побольше объемом, да, у вас немножко счет разогнался, вы захотели зайти там побольше объемом. Ладно, там, одна сделка позволительная, например, у вас риск там стоял 50 долларов, тут вы потеряли там 90 долларов. Ну, не критично, но все равно, да, то есть, если вы уже собираетесь повышать объем, тогда у вас должна быть какая-то весомая причина, вы там разогнали счет, вы можете себе это позволить. Но когда вы особо еще не разогнали счет и уже начинаете превышать объемы, то есть, у вас норма, да, в два-три раза, то есть, у вас 50 долларов риск, тут вы вроде как торгуете по риск-менеджеру, тут же вторая неделя у вас идет там по 100, по 200 долларов вы теряете, то есть, у вас убытки идут очень-таки колоссальные, соответственно, именно систематически, не одна в месяц, да, а именно там 2, 3, 5, 6, 10 вот таких сделок в месяц, соответственно, такие сделки, такие убытки, да, размер убытка, он вам рушит систему, которую вы, если вы собираетесь построить систему, то такие убытки, они вам только будут приносить проблемы, и их нужно убирать, да, то есть, нужно соблюдать риск-менеджмент, сейчас опять вернемся к этой теме, да, то есть, такая тема, она на самом деле очень, да, такая, наверное, больная для трейдера именно с психологической точки зрения, потому что поскорее хочется разогнать счет, да, поскорее хочется там превысить объем, но это заканчивается, то есть, ничем хорошим на самом деле не заканчивается, в основном по статистике, те, кто быстрее и быстрее пытаются разогнать счет, не понимая, при том, что не понимая многих моментов, допустим, да, вы только учитесь, ни к чему хорошему это не приведет. Третий пункт, когда в истории много сделок, закрытых вручную, тоже не есть хорошо, почему? Все-таки система, она система, да, у вас фиксирована, вы вообще в трейдинге, вот по моему мнению, трейдинг он такой, он и так шумный, эмоциональный, да, то есть, здесь постоянно есть какой-то соблазн, куда-то зайти, что-то взять, да, возможно, какую-то потенциальную прибыль, по мне, эмоции быть не должно, если вы хотите в трейдинге остаться надолго, эмоции вообще нужно отключить, то есть, вы должны как робот, у вас должно быть фиксировано тейп, фиксировано стоп, вы вообще не должны думать, да, и когда вы пытаетесь систематически, еще раз повторюсь, ладно, вы, например, закрыли одну сделку в месяц, там, вручную, ну, например, там, ошиблись направлением, вы хотели нажать buy, нажали sell, допустимо, или вы немножечко перепутали сценарий, там, увидели, что что-то поменяется, допустимо, то есть, какие-то вот такие моменты, но когда вы систематически закрываете вручную сделки именно убыточные, да, например, убыток уже пошел или убыток еще не дошел до стоп-лосса, вы его уже закрываете, то есть, возможно, убыток бы, точнее, сам инструмент, он бы, возможно, не дошел бы до стоп-лосса, и на самом деле просто инструмент пошел бы в вашем направлении, ну, вы чего-то побоялись, пожадничали, возможно, возможно, вы поставили какой-то стоп-лосс, вам некомфортно, да, еще раз повторюсь, что убытки должны быть комфортны, И психологически, и также для депозита, то есть что-то не сильно било по депозиту. Вот эти все простые правила, если вы будете соблюдать, вы особо не будете включать эмоции, не будете часто закрывать сделки руками. То есть руками закрывать, правда, ну это вам тоже ничего хорошего, вы уязвимы перед рынком. То есть когда вы в нем, вы эмоционально в нем, вы уязвимы. Вы не должны быть уязвимы, вы не должны включать эмоции. Вот у вас стоит стоп, этот стоп должен быть какой-то такой железный, надежный и для понимания вообще он понятный должен быть вам в первую очередь. Почему вы там его ставите, вы должны себе объяснить. И с технической, ну в первую очередь с технической точки зрения. То есть новостной фактор может также ваш стоп задеть, но новостной фактор нужно учитывать, конечно же, заранее. Четвертое. Когда у вас идет ряд убыточных сделок в день, начиная от 10 и выше, да, еще одна проблема допускается, но не систематически. Что это значит? То есть, когда вы торгуете, бывает, да, бывает такое, у меня также бывает там ряд, не ряд, скажем так, у меня там бывают 2 убыточных дня, 3 убыточных дня, да, потом на Форексе бывает, на Акции. То есть, ну это новостная динамика, рынок меняется, то есть нужно под него подстраиваться. Это такой переломный момент, когда в рынке происходит, техника ломается, такая глобальная, возможно, техника, идут развороты, идет какой-то, возможно, распил на уровне, идет борьба за уровень. и ты постоянно попадаешься, ты вроде заходишь правильно, но попадаешься на этой волатильности. Это допустимо, но такое бывает нечасто. Если у вас, ну, систематически, да, там практически каждую неделю вы получаете вот ряд каких-то убыточных сделок именно вот прям в ряд. То есть, там, у вас кросс-пары, там, 5 кросс-пар у вас убытки, там, 5 валютных мажоров, там, по форме и убытки. То есть, потом в следующей неделе у вас, там, 10 акций, все убытки. То есть, здесь уже что-то не то. Значит, вы пытаетесь, либо искать нужно проблему, на самом деле, ее нужно, ну, смотреть, конечно же, ваши сделки убыточные, анализировать. Либо у вас проблема в технике, либо у вас проблема в выставлении стоп-лосса и тейк-профита. Вы не понимаете, да, вот именно ТАР, вот эта энергия, как она распределяется, как вообще правильно рассчитывать стоп и тейк. Либо проблема в этом, либо вы не учитываете новостной фон вообще. То есть, вы не смотрите, вы заходите, возможно, в новости, да, и вас просто постоянно выбивает по новостям. Возможно, что-то одно из трех, скажем так, да, от 10 и выше. Почему от 10 и выше? Ну, допустим, да, примерно трейдер сколько, вот я, например, делаю, ну, до 100 сделок, скажем так, да, учитывая рынок акций, учитывая рынок форекс. Если вы торгуете форекс, в месяц вы будете делать, ну, скажем так, хороших таких картинок, у вас будет, ну, не более 50, наверное, да, в месяц. И если у вас, представьте, да, ряд убыточных делов больше 10 там за какой-то день, в следующей неделе, например, у вас еще такой день попадается, у вас уже 20 делов просто в ряд каких-то непонятных, да, то есть какая-то проблема. Либо тот сценарий, который вы пытаетесь торговать, он не работает, да, на каком-то определенном рынке, либо он работает, либо этот сценарий работает от этого уровня, он не работает, там, или он не работает при такой волатильной. То есть очень много нюансов, которые нужно искать вам же, да, что вы торгуете, вам нужно этим заниматься, да, вам нужно отфильтровывать вашу торговлю, делать работу над ошибками. Но, повторюсь, если вы видите, что у вас постоянно, да, систематический ряд убыточных делок, то есть не то, что там раз в месяц на новостях вы там потеряли у вас убыточный день. Нет, а когда у вас система именно вот этих ряд убыточных делок, вы просто теряете, либо вы заходите в пилу просто заходите, в зараженную зону, вы перезаходите по 10 раз, вот что-то, какие-то, вот именно проблемы, она есть, поэтому на это обратите внимание. Потому что, если вы эту проблему не уберете, именно в проблему вот таких убытков у вас, ну, система прибыльная вряд ли получится. И пятое, когда есть сделки в истории без стоп-лосса, да, то есть, ну, соответственно, я думала над этим пунктом. Что, ну, допустимо там одна сделка. И все-таки нет, недопустимо. Не может быть такое. У меня бывало, что я просто не успевала, например, да, у меня были какие-то дела, я с телефона зашла в сделку, я забыла выставить стоп-лосс, у меня такое бывало и не раз. И просто цена там пошла не в мою сторону, у меня там убыток должен быть там 20 долларов, у меня уже там 50 долларов убыток. То есть, ну, конечно, это глупая ошибка, ну, как забыть, да, может там стоп-лосс забыть, как его, может быть, забыть поставить. Ну, когда занимаешься какими-то делами, особенно когда ты работаешь, да, у тебя там не особо нет времени, ты что-то там заработался, что-то задумался, зашел, не выставил стоп-лосс. Все-таки это категорически нельзя так делать. То есть, если вы заходите в сделку, у вас вообще в первую очередь должен быть стоп и тейк. Вот прям сразу, техника, все в голове, вы сразу рассчитали, поставили. А без стоп-лосса, чем вот этот соблазн опять? Вы одну сделку открыли без стоп-лосса, просто понаблюдать. Нет, понаблюдать как новичок, как рынок работает без проблем, наблюдайте. Но когда вы уже торгуете и хотите выстроить свою статистику, без стоп-лосса не рекомендую. Вот ни на каком рынке вообще, ни на крипте, ни на акциях, ни на форексе, потому что все рынки, они все волатильны. Все как-никак, даже если пойдут не в вашу сторону, да, вы постоянно будете в надежде ждать, что инструмент развернется, а он не разворачивается. Вы, у вас начинают, просто вас эмоции начинают вас съедать, вы уже не можете ясно мыслить, вы не можете уже объяснить на графике, что вообще происходит, и ну тут уже на самом деле, вы просто уже закрываете в отчаянном состоянии, там минус 200 долларов, допустим, хотя вы должны были потерять 20, и вот все в таком роде. Поэтому все-таки без стоп-лосса перезаходить можно, да, без перезаходить можно. Стоп-лосс, там, когда идет волатильность, передвинуть, но опять же, допустимо, но опять же, должна быть какая-то предпосылка, чтобы за стоп передвинуть, то есть за что-то его, не просто так, а вот что-то, вот вы увидели, например, еще какой-то ложный пробой, какой-нибудь там перехай, за него передвинули. Вот так вот еще можно делать, а вот просто, вот просто так его придвигать, вот некомфортно вам этот убыток получать, не должно быть такого. Получили убыток, все, значит, что-то не так, что-то, что-то не так, что-то, либо новость выходит, либо сессия открылась, либо просто эта распиловка идет борьба, и вы потом перезайдете, не жалейте. Вы потеряли 20 долларов, вы при перезаходе получите 60, в итоге у вас получится 40 долларов, плюс, да, там, минус 2, ну, грубо говоря, то есть это вот простая математика. Поэтому убытки все-таки от убытка, вот все-таки трейдинг, сделки, они по большей части от убытка к тейк-профиту. Итак, нет тейк-профита, стоп-лоссу, хотя стоп-лосс зависит от тейк-профита, и тейк-профит также зависит от стоп-лосса, но больше стоп-лосса зависит от тейк-профита, то есть вы должны знать и цель, и вы должны знать, на самом деле, ваш риск уже заблаговременно. заранее чтобы его выставить и конечно же не забывать выставлять стоп лосс так в принципе все все что хотела сказать в данном видео если видео было полезно ставь лайк это ваша благодарность также подписывайтесь на канал герчика кто еще не подписан и всем конечно же успешного обучения успешной торговли всем до новых встреч всех пока а